здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео основной темой будут мои ответы на вопросы которые были оставлены армянскими оппонентами в виде комментариев под моими видео да я редко это делаю тем не менее в данном случае оппонент смог меня заинтересовать крайне важными на данный момент вопросами которые часто даже задают себе азербайджанские блогеры о чем пойдет речь но прежде всего речь пойдет о заявлении которые сделал владимир владимирович путин президент российской федерации на валдае когда он заявил о том что именно азербайджанский народ является виновниками событий кровавых событий сумгаите и карабахи мы также с вами обсудим политику франции связанную с ее переменчивостью во многом и с чем эта переменчивость связана также мы поговорим с вами о не менее интересных темах в частности об армянофобии якобы имеющей место среди азербайджанских блогеров а также это уже тема теснейшим образом связанная именно с информационной войной как таковой это причины падения количества просмотров у азербайджанских блогеров ну что прежде чем мы начнем главную тему я хочу объяснить вам почему сейчас я записываю видео в такой крайне странной ничего странного по идее в этом нет так как армянская сторона взломала мой жесткий диск на компьютере на ноутбуке используя вирус поэтому сейчас а время на мой компьютер не работает данная проблема она из породы решаемых просто требует определенного времени ну а теперь давайте перейдемте непосредственно к первой теме то есть к заявлению владимира владимировича путина владимир владимирович путин крайне спорная личность потому что действительно ему многое удалось восстановить в россии по сравнению с тем в каком виде россия была ему дана передана ельциным восстановление армии многочисленных отраслей наведения порядка в частности в разделе и противно что очень важно это все сделал владимир владимирович путин но вот когда мы говорим как к ценой он это делал и сколько преступлений было совершено в этот момент это уже тема отдельная потому что преступление было совершено очень много признаны были крайне кровавые но опять я подчеркну управление россией и таки странами подобными как россия крайне сложно связи хотя бы с многочисленностью народов населяющих данную землю я уж не говорю про ее размеры недаром в песне говорилось необъятная моя россия очень тяжело также тяжело как управлять соединенными штатами америки где тоже проживает сотни тысяч народов и территория крайне обширная но давайте все-таки вернемтесь к высказыванию владимира владимировича путина по карабаху и сумга это странное заявление хотя ответ на то почему он сделал данное заявление сейчас у меня есть ведь давайте вспомним как недавно владимир владимирович путин четко говорил о том что эрдоган великий политик что они являются чуть ли не ближайшими друзьями то же самое путин говорил об азербайджане об азербайджанском лидере ильхаме алиеве это было сделано неоднократно он говорил о вкладе азербайджана в победу великой отечественной войне это тоже было сделано на неоднократно и вдруг такая перемена вдруг высказывания вв путина который не стыкуются с его предыдущими высказываниями с чем же это может быть связано на мой взгляд это связано с тем его утверждение и верным утверждением что на территории россии проживают миллионы армян и миллион азербайджанцев поэтому действуя как политик он вынужден был бросить сладкую косточку сторону армянства таково мое мнение ведь давайте рассмотрим что изменилось за последнее время у путина он разрешил российским сми говорить правду о том что происходит и происходило во времена сумгаицких событий мы помним многочисленные российские сми которые писали об этом правду также он не без его разрешения стали писать правду о событиях в карабахе в российских сми не так ли поэтому разрешая все это он должен был что-то заявить такое что действительно успокоило бы и армянство и крайне важнейшим доказательством правоты моих слов является то что россия никак обратите внимание не проявляет себя в момент когда вооруженные силы азербайджана освобождают наши земли вот вам надеюсь полный ответ что касается высказывание владимира владимировича путина потому что ну не мог он не знать о том что касается сумгаи то о высказываниях в отношении того когда баласанян признался о том что именно он убил первых жертв данного армяно-азербайджанского конфликта в аскеране не мог он не знать вв путин открытом свое время уголовном деле по событиям в гугарке при этом открыто данное дело было до сумгаито не мог он не знать не мог он не знать о событиях в кафане не мог он не знать о ходжалах это что касается уже карабаха о селе карадаглы при этом о ходжалах и кафане он должен был знать что событие происходило как восемь восьмом году так и в девяносто втором то есть дважды неужели он не знал не мог он не знать о том когда армянство совершало убийство российских миротворцев не мог он не знать о последнем герое советского союза бабаке разве он не знал то есть это подчеркивает правоту моего вызывания в отношении того что данное высказывание вв путина на валдае это просто сладкая косточка теперь давайте перейдемте к вопросу франции почему франция поменяла свою политику в отношении армянство на этот вопрос в общем то легко ответить достаточно вспомнить на при каких обстоятельствах франция снова стала поддерживать армянство и ответ приходит автоматически в момент когда у франции ухудшились отношения с турцией с ардоганом и ухудшились они не в связи с арменией нет а в связи с событиями в ливии и на кипре и чтобы хоть как-то ущипнуть турцию дополнительно ущипнуть турцию франция решила вспомнить о армянских диаспорах и об армянстве в целом ведь незадолго до этого я уже все вы прекрасно помните мой видеоролик в котором я говорил о высказываниях главы армянской диаспоры во франции когда он говорил о том что турки и азербайджанцы набирают силу во франции как бы не пришлось армянской диаспоре франции скажем так покидать французский берег это было теперь с францией в общем то все я мог бы напомнить еще схожую картинку которая была в соединенных штатах америки когда конгресс сша вдруг внезапно решил вспомнить об армянском так называемом геноциде это тоже шло на почве именно негативных отношений между сша и эрдоганом но давайте перейдемте к следующему вопросу это армянофобия интересно значит у азербайджанцев у азербайджанских блогеров в том числе и у вашего слуги армянофобия ну что ж для того что что такое армянофобия это ненависть к определенному народу целиком не так ли ну как вы думаете в связи с этим как я отношусь к армянам которые в свое время в 80-е 90-е годы прошлого века отказывались участвовать в этих в той вакханалии которую устроили на территории Армении антиазербайджанская вакханаль которую устроили на территории Армении Карабаха армянские националисты как я отношусь к армянам которые уезжали из Армении и Карабаха чтобы не участвовать в этих кровавых событиях а я вам скажу они для нас остались такими же армянами нашими соседями как относиться к армянам которые говорили правду в те ужасные годы о том что вытворяла армянство в частности к Роберту Аракелову в частности к женщине педагогу той школы во дворе который был сожжен молодой парень азербайджанец школьный ученик данной школы как относиться к журналисту который поднял написал статью о событиях в Гугарке армянин исследователи которые старались вести дело армяне для нас они остались теми самыми армянами кого мы знали в советское время для которых дверь в любой дом азербайджанца была открыта если ошибаюсь поправьте меня я мог бы перечислять и дополнить данный список армянами армянскими историками армяноведами проживающими в США которые просто говорили правду и в чем же моя армянофобия в том что я говорю правду об армянском радикализме неужели в этом заключается армянофобия а вот исламофобия в армянстве бросается в глаза в частности по последним событиям которые происходят в Карабахе когда вооруженные силы Азербайджана освобождают наши земли армянству везде кажется что на стороне Азербайджана воюют то пакистанцы хотя Пакистан четко и официально заявил о своем неучастии то маджахеды хотя маджахеды не стали бы участвовать без разрешения Пакистана то есть ответ Пакистана можно сказать является и ответом на участие маджахедов им казалось что на стороне азербайджанца воюют чеченцы но это тоже оказалось фейковой информацией можно перечислять и перечислять данные фейковые ложные дезинформации исходя из армянства исламофобия во всей своей красе и давайте перейдемте к последней теме это причины крайне важная тема почему сейчас у азербайджанских блогеров наблюдаются проблемы с количеством просмотров да просмотры падают массово но причины крайне банальны они не связаны с армянофобией и так далее нет причины заключаются в следующем во первых первая причина это то что в азербайджане сейчас крайне низкая скорость интернета то я уже говорил об этой теме с чем это связано с тем что государство боится провокации которые могут осуществляться через интернет второй момент не менее важный это то что большинство азербайджанцев сейчас занимаются другим другими спектрами работы это влияет на количество просмотров надеюсь спектры работы наших азербайджанцев всем и так понятны это освобождение азербайджанских земель но если сейчас армянство бросит в меня камень в связи с тем что я не участвую в боевых действиях то я скажу если мое участие будет необходимо так же как участие многочисленных наших блогеров то поверьте мне передовой вы нас увидите лицом к лицу это крайне важно сейчас же наше участие возможно более важно именно здесь потому что несмотря на в боевые действия кто-то должен прикрывать наши позиции в информационном поле от вашей исходящей от армянства лжи есть следующая причина почему количество просмотров у азербайджанцев крайне низко эта причина связана с постоянным блокированием каналов азербайджанцев исходящих от армянства постоянных жалоб и так далее youtube не любит ведь когда канал с определенного айпи адреса постоянно блокируется и разумеется информация о новых видео выходящих на данном канале youtube редко распространяет что конечно же влияет на количество просмотров и только со временем когда youtube снова убеждается об устойчивости данного канала количество просмотров начинает расти вот вам простейшие факты также очень тяжело бывает искать блогеров подписчикам если постоянно опять таки выбивается канал того или иного блогера вот вам причины как говорится ничего личного на этом дорогие друзья данный ролик короткий в общем-то я ответил на все вопросы надеюсь достаточно обширно всем до свидания всем пока всегда ваш Сиидов Кямран до свидания до свидания